Hi, this is our next video lesson about most common English verbs, and this is part 6. Да, всем привет, это у нас следующий урок по поводу самых часто употребляемых английских глаголов. Это часть 6. Давайте изучим. Let's learn some new verbs which we haven't talked about yet. Поговорим о тех глаголах, о которых мы еще не говорили. Итак, lose, терять. Например, she lost her wallet. Она потеряла бумажник. Lose, lost, lost. This verb is irregular. Это глагол неправильный. Like, make. Как глагол make. Тоже неправильный. Make, made, made. It was made in Japan. Это было сделано в Японии. And in this sentence, it was made in Japan, we see that passive voice is used. Мы видим, что используется страдательный залог. It was made. Мы видим форму глагола to be, was и третья форма. Далее, may, возможно. Значит, we all know such a phrase as may be. It means possible. Мы все знаем такую фразу, как maybe. Это означает возможно. И may, в принципе, часто используется как модальный глагол. Например, it may happen. Это может произойти. А образование следует. Счет глагол may, затем другой глагол. К примеру, я, возможно, сделаю это. I may do it. Она, возможно, приобретет. She may come. То есть, глагол may, он для всех лиц may никак не меняется. Далее, mean. Значит, основное значение. What does it mean? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Что это значит? Meet. Встречать. Meet, met, met. He met her in the park. Так, он встретил ее в парке. Окей, well done. We started quite useful examples. Хорошо у нас все идет. Мы с вами разобрали довольно полезные примерчики. И далее. Let's move on. Давайте двигаться дальше. Да, глагол move. Двигать. Move, moved, moved. Правильный глагол. Например, she moved to New York. Она переехала в New York. Must, должен. Это модальный глагол. May is a modal verb, and must is also a modal verb. Must означает должен. Значит, он для всех лиц. I must. She must. He must. We must learn English. Мы должны учить английский. We must be better. Мы должны быть лучше. We must work on ourselves. Мы должны работать над собой. И так далее. And so on. Need. Нуждаться. She needs to do it. Ей нужно это сделать. Значит, стандартная ошибка. Многие начинают думать, как сказать, мне нужно. Говорят там, me need. Но на самом деле никакой не me. I need to do it. She needs to do it. И так далее. То есть, подлежащий, затем глагол need. Open. Открывать. Значит, the object verb is close. Close the door. Open the door. Open the window. Yes, these sentences are very common in our speech. Эти предложения очень частые в нашей речи. Итак, pay, платить. Did you pay for the bill? Ты заплатил за счет? Of course. Да? Pay. We can pay for different things. For our education. For traveling. And so on. Да? Now, education. There is such a thing as online education. It's often free. Да? Есть такая вещь, как бесплатная. Образование online education. Часто бесплатно. Like in our case. Free doesn't mean that. Бесплатно не означает плохое. So, there is lots of useful stuff online. Очень много полезного материала online, which you can use. You can work on it. And it can help you in achieving your aims. Это может помочь вам в достижении ваших целей. I'm sure you'll achieve great results soon. Я уверен, что вы достигнете больших результатов вскоре. И, в принципе, подводя итог, можно сказать, что we've studied model verbs. May, must. Также глагол need иногда, в принципе, имеет модальное значение. И такие неправильные глаголы, как lose, make, mean, meet, pay. То есть, most of these verbs are irregular. Большинство этих глаголов неправильных. Irregular or model verbs. Okay. So, quite nice. Достаточно приятно. Будем продолжать. На это не будем останавливаться. До скорой встречи. Thank you very much for coming. I know that you are the best. And we'll see each other quite soon. Bye. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok